В этом году на дорогах краевой столицы и вправду было жарко. Реализация национальных проектов, комфортная городская среда и безопасные и качественные дороги помогла городу восстановить 53 километра дорожного полотна. По меркам Читы масштаб работ колоссальный. Настолько, что освоить все средства и выполнить ремонты в срок оказалось затруднительным по причине нехватки рабочих рук и асфальта. Дорожные работы с отставанием идут на улицах Фрунзе, Славянской и Таёжной. «Связано это в первую очередь с тем, что с 1 января мы перешли на новые стандарты по асфальтобетону. Теперь у нас там поменялись осито, фракция, то есть щебня. И теперь у нас по сути из того, что мы взрываем и дробим, проходит только одна пятая часть за счет этой перемены. Поэтому просто не успевают подрядчики наши заготавливать инертные материалы. В настоящее время у нас работает в трех карьерах шесть дробилок, но все равно не успеваем готовить отсев, готовить щебень. Три завода в круглосуточном режиме, асфальт выдают. Но в целом по дорогам такая ситуация». Параллельно в Чите все лето велись работы по замене трубопроводов. Например, теплоэнергетики ТГК-14 за теплый сезон поменяли более 8 километров теплосетей. Органами власти были разработаны карты и графики земляных работ. Логика здесь понятна. Сначала меняем трубы, потом кладем новый асфальт. «Мы и на будущее уже проговаривали на несколько лет вперед. Те программы, мы пытаемся их друг с другом согласовать, чтобы и наши перекладки, и следом за этом шел асфальт. Поэтому действительно в этом году было сложно, что первый раз, но у нас однозначно взаимодействие важно». Так на улице Шилова после укладки дорожное покрытие пришлось снять вновь из-за подключения к теплу новых объектов. В данном случае все нюансы сложной схемы нарушил застройщик. Конечно, летние земляные работы доставляют особенно большие проблемы водителям. Но, по словам специалистов ТГК, не копать невозможно. Теплосети Читы изношены на 70%. На то, чтобы привести систему в порядок, требуются огромные деньги, которых нет ни у муниципалитета, не у ресурсников. Сейчас ведется совместная работа по привлечению целевых федеральных средств. «Состояние сетей, большая часть которых была смонтирована в 70-80-е годы прошлого столетия, можно посчитать, сколько им лет, конечно, они изношены. Понимая это состояние, безусловно, какая-то часть порыва все равно будет. То есть надо это понимать, надо это признать. Другое дело, что когда мы говорим о раскопках таковых, то, конечно, их надо разделить на аварийные, есть плановые. Что касается аварийных, не хотелось бы никого там обнадеживать, глаза замазывать. Конечно, они будут. Все равно порывы будут. Другое дело, что мы сейчас стараемся максимально, чтобы эти порывы были летом и контролируемы». Затем, чтобы асфальт на улицах Читы после проведения всех ремонтов соответствовал ГОСТу, следит комитет городского хозяйства. А качество укладки покрытия проверяется с помощью специалистов дорожной лаборатории. При помощи специального оборудования производится вырубка дорожной одежды, а образцы внимательно исследуют эксперты. Если же в работе находятся изъян ресурсной организации, а точнее их подрядчики, исправляют недостатки за свой счет и делают это до тех пор, пока дорожная одежда не начинает отвечать всем нормативам. Анна Хвостова, Анатолий Тюльнев. Время новостей.